здравствуйте дорогие гости и подписчики моего канала все любители цветов и декоративных растений с вами галина на своем канале сегодня 7 июня хочу вам показать что у меня сейчас цветет моем саду вот перед вами красавица вигела она как фонтан очень красивое растение огромная выросла я сюда его посадила маленьким кустиком хотела подрастить и пересадить на свое место но вовремя не смогла этого сделать а теперь она уже огромная и пересадить его уже навряд ли получится вот поэтому я хочу пришпилить после цветения веточки и размножить его и рассадить по своему саду вот хочу вам сказать что обрезать весенне цветущие ранее цветущие кустарники нужно после цветения потому что потом новые побеги которые отрастут на них заложатся цветочные почки которые будут свести на следующий год прошлом году позапрошлом году я сделала ошибку и обрезала молодые побеги и прошлом году бегела у меня нет свела в этом году она вот у нас такая красавица тут у нас отцветают пионы ясколка цветет вот у меня тут есть такие кактусы кактусы я их привезла из природы давно уже из крыма они цветут вот это у них цветоносики солнце светит я ничего не вижу они цветут желтым цветом ну и вот очеток цветет такой желтенькими цветочками и еще тут у нас цветут гвоздички которые дают такой аромат который слышен очень далеко гвоздички тут у меня гайларди однажды его посадила это растение и она теперь тут сеется как сорняк я вам потом про него расскажу ну в общем можно с этим бороться вот и тут тоже гвоздичка только что дождик прошел все умытая с капельками дождя красивая ирисы цветут красивый такой нежный цвет и вот эти ирисы нет уже очень и очень нравится такие они великолепные красивые так а вот здесь у меня на заборчике клематисы цветут такой вот клематис красивый несмотря на то что я их не обрезала тут у меня получилась сплошная стена полностью за закрыла забор вот тут немножко листочками закрыта фиолетовый клематис а вот полюбуйтесь какой у меня клематис это просто сплошное очарование он очень махровый махровый просто чудо какое-то сейчас я вам его еще покажу с другой стороны вот он у меня получается на обе стороны с одной стороны забора и с другой стороны забора просто вообще какое-то великолепие а вот здесь на клумбочке возле крыльца расцвела смолка или лихнис очень жаль что ветром дождями его раскидала вообще он должен стоять таким бордюрчиком ну как уже есть так и есть тоже очень интересное растение потом обрезаем вот здесь и из него можно делать бордюры и их чем еще интересно это растение что она вечно зеленая то есть она зеленая и зимой а вот еще у меня расцвела гвоздичка эту гвоздичку гвоздика перистая я ее вырастила из семян жаль что камера не передают ее настоящий цвет она точно такого цвета как как вот и смолка я потом вам расскажу как я ее ну прямо зимой размножала у нас снега не было расскажу потом а вот еще одно чудесное растение она кстати очень сочетается по цвету со смолкой называется это растение колокольчик скученный он в общем то бывает разных цветов говорят и розовый и белый но вот у меня фиолетовый мне очень очень нравится этот цвет кстати хорошо разрастается тут было посажено два два маленьких таких череночка но просто очаровашка очень красивая тут у меня цветут марки так хотелось мне чтобы их много целого снять ну одни отцветают другие зацветают серединка очень такая красивая у него пчелки вокруг летают вот так уже поднялся тимьян скоро зацветет можно будет его срезать сушить чай добавлять ну и кто куда придумает а вот здесь у меня погреб и он конечно такое страшное это сооружение но летом она выглядит хорошо я посадила тут девичий виноград он его оплетает этот дверь такая тоже страшная и и сделала здесь на нее шторку такую чтобы она немножко симпатичнее смотрелось вот моя яблонька семеренка тут уже логике у нас завязываются много много не знаю как смотрите как дерево наклонено потому что с противоположной стороны хоть там и север но там растет огромная огромная абрикоса и есть такое понятие шарахается растение то есть она вроде бы с севера но все равно растение наклоняется к югу ну сделать с ней ничего нельзя так вот она уже она мне досталась от бывших хозяев а это моя грушка которую я обрезаю она выкидывает видите такие длинные длинные побеги вверх очень длинные прям до полутора метров потом я зимой их обрезаю хотя по хорошему конечно можно вот эти побеги прямо рукой выламывать видите какие уже грушки груши отличные просто очень вкусные созревают летом еще такой клематис у меня расцвел он конечно бледненький но все равно цветы огромные красивые вот там на заборе у меня тоже махровый клематис цветет вот она эта абрикоса аураменная соседская никто к ней никогда конечно не подходил ни с секатором ни с пилой в общем росла себе в свое удовольствие розочки начинают немножечко там уже первые свести потом я вам покажу там тоже клематис у меня а вот здесь у меня почва покровные розы вот видите вот набирают бутоны это другая такая мелкая такая розовая розочка интересные а вот здесь у меня очень очень красивая роза я не знаю ее название купила в коробке было написано что роза почва покровная но я сейчас смотрю разные видео и мне кажется что это розариум ютерсен ну посмотрим когда она будет свистеть может быть мне кто-то подскажет она это или не она тут у нас есть колочка вот начинают свистеть махровые гвоздички розочки тут все у нас с бутонами с бутонами стоят вот раньше на вот этих заборах от полностью дал до высоты всего забора розы были очень высокие вот это вот удалось только сохранить вот этих несколько веток остальные все были срезаны под ноль потому что они пострадали зимой поэтому их пришлось обрезать чуть ли не под ноль тут уже гвоздичка цветет розочки вот будут а тут много-много-много-много лилейников некоторые ранние лилейники уже вот тут выпустили свои цветоносы вот это я очень люблю растения дюрина лигантисима вот тоже роза набрала бутоны ой это мое любимое растение барбарис тунберга у него еще потом будет каемочка такая на листочке обводочка чуть попозже смотрите какой он красивый а это тоже гвоздички перисты я тоже вырастила из семян тут у меня что же такое растение есть можжевельник складчатый блюстар называется голубая звезда вот тоже можжевельник розочки вот будут свистеть скоро а вот здесь на свободных местах я буду сажать колеусы и разные всякие летние растения это у нас то астро альпийская разного цвета она тоже высокая вырастает ее тоже надо подрезать будет вот это моя вишня вишня и под ней тут тенистый уголок у нас вот это я тоже люблю очень это растение но никак ему не могу найти место это дюрин и она и на солнце росло и в тени его посадила и как-то но все вот это в таком размере и не растет вот тенистый уголок у меня под вишней брунера яснотка сныть пестро-листная варегатная колокольчик крапчатый скоро расцветет да там еще папоротники но они все в сныке надо эту сныть там повыдергивать чтоб папоротники освободить немножечко а вот это у меня шелковица я ее тоже она была вы не представляете какого вообще какой она была высоты тут у нас деревья обрезали коммунальные службы рядом в школе я предложили срезать срезали эту верхушку но на каждый год выгоняет такие длинные побеги но метра по полтора вверх я их ну зимой или весной обрезал его вот очень хорошая шелковица очень крупная видите сколько тут у нас много плодов завязалось специально я делаю такой низкой чтобы можно было плоды достать иначе они все тут падают и портятся мухи там всякие размножаются разлетаются вот еще один у меня тут тенистый уголочек там у меня растет герань герань яснотка потом тут у меня есть еще хвост и и вот это вот растение мне продали как барвинок пестролистный но он не цветет я думаю что это все таки забыла как называется напишу вам так тут еще у меня такая маленькая елочка чахнет ель коника как то есть все тут не очень-то ну тут вот у меня всякие разные хризантемы потом флоксы метельчатые бронер очуток видны вот это очень интересное такое растение называется асока пальма листная тоже его когда-то купила размножила на меня кругом-кругом его порассаживал вот видите колокольчик точечный тут но он еще тут как-то не очень а там возле крыльца где он снимала он так конечно там классный качелька хочу покрасить тут все и навести порядочек застелить ее пока руки не доходят вот зеленчук тоже цветет желтыми цветочками сам себе вот так разрастается ползет вот вот здесь у меня тоже смолка посажена посажена смолка бордюрчиком жива тут на свободных местах вот я уже тут летнички посадила такие летние цветочки и вот тоже вот начали цвести мне подружка дала рассадку вот скоро ромашечка перетрум расцветет такой прям большой куст вырос вот у меня сосна не знаю как то она почему-то желтеет сосна арманда называется вот тут вот есть ромашки хризантемы и вот это не знаю как растение называется мне в прошлом году подружка дала его в трех местах его рассадила но я прочитала что его нужно в ограничители садить потому что он расползается так что нашла там старые какие-то большие ведра горшки буду выкапывать и садить в ограничитель вот тут у меня тоже растет бордюрное растение но мне так посоветовали я попробовала действительно она получается вероника вот она метелочки выпустила будет свести такими фиолетовыми метелочками а вот у меня ель сербская тоже вот сейчас она пошла хорошо здесь рядышком вот там вот вот видите где еще не убранные тюльпаны видите там пенечек там дерево росло вишня мы ее зимой спилили вот и теперь елочка пошла хорошо расти ну вот тут уже отцвели шиловидные флоксы вот здесь у меня природ природная полынь я ее обрезала потому что она уже выросла такая знаете сантиметров восемьдесят высокая она нарастет таким красивым шариком серебристым так вот тоже у меня здесь начали цвести рам гвоздички махровые и вот здесь вот у меня растет горная сосна сосна горная ну как сосна горная это считается даже не дерево как кустарник я его не укорачиваю побеги вот она вот так вот растет вот так как не за не формированные тут вот у меня лавандочка скоро зацветет видите выпустила свои побеги цветоносики ее тоже нужно обрезать после цветения нужно обрезать чтобы был аккуратный кустик вот а это у меня туя тоже она не формирована она вот так вот и растет называется golden golden globe по моему вот так как голубой голубой а золотой шар золотой шар то я вот смотрела своих записях так не могу определить как она называется мне кажется что татуя брабант может быть кто-нибудь знает подскажет мне подскажите буду благодарна так тут клематис тоже и вот у меня гибискус гибискус сирийский но он цветет позже но видите я его тоже сформировала его деревцем потому что она может расти и кустарником вот вот это тоже шарик видите только называется не помню на 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 так вот у меня тут гортензия выписывала хорошие прислали кто знает шу люди бывают и обманывают так перетрум тоже очень красивые такое вставлю вам потом я снимала раньше ветром дождем раскидала все пришлось подвязать кучку а так она как фонтан так красиво так стоял таким пышным кустом то у меня яблони летние тоже там яблочки по завязывались а под ней у меня тут тоже клумбочка вот огромный такой куст флок сметельчатый розочки тоже были под корень обрезаны пинспинон мне в прошлом году дали вот первый раз наблюдая его цветение тут у меня хризантенки ну и хост и тут и вот это мое любимое тоже растение райграсс бульбоносный очень тут есть еще одна кнопочка но я еще совсем еще не пополола потом вам ее покажу вот на этом наверное на сегодня все спасибо всем за просмотр задавайте вопросы оставляйте комментарии если вам нравится подписывайтесь на мой канал буду рада всем подписчикам лайкам комментариям будьте здоровы пусть будут здоровы все ваши растения и пусть они радуют вас своей красотой с ранней весны до поздней осени пока 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 Продолжение следует... Продолжение следует...